Добрый день, друзья! Садоводы и огродники любители. Вот и пришла пора собирать нашу с вами землянику, ремонтантную лесную лукошку, которую мы с вами рассаживали в прошлом году. Как вы помните, у нас было 20 с чем-то костиков, а сейчас у нас получается 4 ряда по 13 костиков в один ряд. То есть получается 52 куста. Значит, о том, как ее рассадить, вы можете посмотреть в моем блоге заранее, за прошлый год. А в этом году у нас с вами вот такие вот замечательные кусты. Вот с таким хорошим, как вы видите, урожаем. И я даже уже начала собирать. Значит, с половины гряды до 26 кустиков я собрала где-то 700 грамм белой земляники, ну и не так много красной. Красной, конечно, поменьше, и она сама по себе помельчее. Значит, с одного куста, я не знаю, конечно, сколько можно собрать, но я думаю, что 200, около, ну, где-то 150 грамм можно легко собрать, кстати. И я так думаю, что в прошлом году мы с вами рассаживали кусты. Я наварила за лето где-то примерно 5 литров варенья, ну, а в этом году я планирую, конечно, больше. Вот такая вот у нас ремонтантная земляника растет вот на Урале. Вот видите, красные, красные ягоды, такие крупные, такие, довольно-таки. Вот. Очень крупные. Некоторые ставят, конечно, оправу для земляники, но я не ставлю, потому что птицы, иначе птицы просто одолеют и сидят половину нашего с вами урожая. Так что садите землянику лесное лакошко у себя на грядах. Если вы хотите с утра выйти и поесть свежие ягоды, свежие душистые ягоды, то садите земляничку. Вот такая вот хорошая крупная ягода растет. Вот видите, вот чуть ли не смою одну фалангу одной ягоды. Так что в плане подкормки еще хочу сказать, я подкармливаю за лето где-то один раз жидким поливом жидкого удобрения, который набродится у меня в бочке. Еще земляника лесное лакошко плодоносит все лето до поздней осени. Даже некоторые ягоды просто замерзают на кустах. Так что садите лесное лакошко и вы всегда будете со своим со свежей ягодой и со своим хорошим урожаем. Всего хорошего до новых встреч. Пока!